Суббота 9.00. На территории Бобруйской крепости как никогда многолюдно. Уборка в самом разгаре. Здесь выгребают прошлогоднюю листву, убирают мусор и поломанные ветки деревьев. Привести в порядок историческое место после зимнего периода – долг жителей города. Мы в любом случае должны порядок навести в своем городе. И вот сегодня именно неравнодушные люди, которые откликнулись на наш призыв, тем более это республиканский субботник, вышли в город для того, чтобы помочь коммунальным нашим службам навести порядок после зимы. Территория крепости – архитектурная жемчужина. Здесь проводятся съемки фильмов, реконструкции сражений и археологические исследования. Чистота этих мест – дело чести для бобруйчан. Город убирают дворники, как скажем, каждый день. Здесь такое место очень историческое. Сюда экскурсии ходят. Ну как это, что будет грязно? Нет. Нужно убирать. Но туристическое место – не единственная точка, которая нуждается в уборке. Коллективы предприятий тоже наводят порядок в родном городе. Одна из локаций – излюбленное место парочек и родителей с колясками. Лисопарковая зона между Минской и Ланькова. Прошлогодняя листва уже собрана и готова к отгрузке. Настроение отличное, шикарное, можно сказать. Все улыбаются, все довольны, все радостны. Это объединяет наш коллектив и в целом по стране. Я думаю, везде проводятся сейчас такие мероприятия во главе с нашим президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем. Я считаю, что это правильный момент в нашей трудовой всей этой дисциплине. Республиканский субботник – это особенный день как для всей страны, так и для города. В обручании проявляют заботу о своем доме, наводят порядок там, где будут прогуливаться теплыми вечерами. Здесь каждый вносит вклад в благоустройство малой родины. Быть неравнодушным к тому, что тебя окружает – важная черта характера белоруса. А любовь и забота о доме – показатель славянского духа. Настроение замечательное, погода сегодня радует. Ну, вообще, красота вокруг. Собрались навести порядок на нашей территории, на прилегающей территории к нашей больнице. Также у нас есть санитарные дни. Кроме Республиканского субботника мы стараемся поддерживать чистоту вокруг в идеальном состоянии практически. В Республиканском субботнике приняли участие более двух миллионов белорусов. Собрано свыше девяти миллионов рублей. Напомним, в этом году все заработанные деньги направят на укрепление материально-технической базы медучреждений, ремонт, реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Карина Гуревич, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.